Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Елена Керн. Спасатели республики завершили поисковую операцию на реке Чепца. Водолазы нашли тело девушки, которая погибла во время сплава на байдарках. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спасатели вновь обратились к организаторам турпоходов сообщать о своих маршрутах. Елена Абуховская продолжит. Самый простейший, элементарно недорогой, можно использовать в водном походе, это хоккейный шлем. Он допускается нашими стандартами, потому что он закрывает и височную, и лобную часть. О том, каким должно быть снаряжение экстремального туриста, хорошо знает Елена Евсенина. В активный спорт влюбилась сразу. Еще в советские годы начала бороздить на байдарках водные просторы. Сегодня инструктор международного класса по спортивному туризму называет удмуртские реки особенными. Как правило, это живописный маршрут с препятствиями. Реки в Удмуртии с точки зрения спортивного туризма, они считаются простыми, первой категорией сложности. Но на каждой реке есть свои потенциальные опасности. Вот в данном случае на реке Чепце есть старая плотина Октябрьской ГЭС, которая представляет собой очень серьезные препятствия. И по всем рекомендациям, которые были еще в советские времена, когда я начинала заниматься спортивным туризмом, у нас был обнос этого препятствия. Подготовка к экстремальному путешествию на байдарках начинается еще на суше. Изучение техники гребли, правилы безопасности, примерка спасательных жилетов и касок – это первое. Второе – обсуждение маршрута. Сроки выезда и прибытия заранее нужно рассказать спасателям. И это закон. Регистрация туристических групп, она прежде всего необходима для безопасности самих туристов. Получается, что туристы находятся под контролем у спасателей. И в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств, спасатели в любой момент могут выехать. И уже конкретно знают, на каком этапе маршрута находится группа. Еще одно условие безопасного экстрима – проверенная туркомпания, предлагающая спуститься по бурной реке. По закону реквизиты фирмы должны быть на сайте российского реестра туроператоров. Должно быть зарегистрированное предприятие. Занимаются все коммунирования вплоть до частных лиц. И, естественно, они не в правовом поле. И, соответственно, они не знают тех требований, которые предъявляются к организации, занимающимся этим видом деятельности. Соответственно, возникают вот такие случаи. Была ли турфирма, организовавшая сплав по реке Чепца, где погибла девушка, в федеральном реестре? Почему не хватило всем спасательных жилетов? Ответы на эти вопросы сейчас ищут следователи. Елена Абуховская, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». В Малой Пурге собираются построить лыжную базу. Правда, как оказалось, спортсменам она не нужна. Почему? Объяснили нашим журналистам. Пустырь за юго-западным микрорайоном Малой Пурги. По плану, в ближайшее время здесь должны начать строительство к 24-м сельским зимним играм. И вроде бы все хорошо. Будет новая спортивная база, роллер-дром. К зиме оборудуют новую лыжную трассу. Но сами малопургинские спортсмены проводить здесь свои тренировки не хотят. Не было такого, скажем, консилиума собрано, чтобы для проведения, для расширенного консилиума, чтобы постройку этой базы решить именно в таком хорошем месте. Скажем, что там были и подъемы, и спуски, и горки. А здесь равнина, объясняют спортсмены. Небольшие подъемы и спуски есть в Агрыском лесу. Но до него еще нужно добраться. Видите, вроде рядом, знаете, сколько уже едем? Я говорю, тут километра полтора получается. И поэтому ветра дует, и оттуда, и отсюда ветер будет дуть, и ребята будут подниматься. Подходящее место для спортивной базы есть всего в 10 минутах езды от Малой Пурги, в деревне Орлова, уверяют спортсмены. Трасса там, кстати, уже проложена. Продуктивные тренировки проходят и летом, и зимой. И подъемы у нас очень трудные, рабочие подъемы. И это сказывается, да, на победах я нынче как бы уж похвастаюсь. Двукратный бронзовый призор сельских игр республиканских. И сын у меня тоже серебряный призор в спринте. Площадка в деревне Орлова позволяет в дальнейшем оборудовать зону для туризма, которая приносила бы району дополнительный доход. Летом, вот я говорю, в поле именно вот эти овраги можно использовать для, скажем, тоже, ну, сейчас модно жить, канатные дороги, пейнтбол. Но в администрации Малой Пурги объясняют, место подбирали в течение трех лет, вопрос закрыт. Вносить изменения в проект, который утвердило правительство, нет возможности. Но спортсмены отступать не намерены. Федерация лыжных гонок Удмуртской республики поддерживает наше письмо-обращение. Обращение подписали почти 200 спортсменов со всей республики и даже лыжники с мировым именем. Пакет документов малопургинцы доставили в правительство Удмуртии с надеждой, что их услышат. Екатерина Горина, Анастасия Тутаева, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». В столице Удмуртии состоится первый благотворительный забег в поддержку солнечных детей. Старт 1 июня в 11 часов на Центральной площади. Подробности у Романа Вагинова. Регистрация участников забега в Удмуртии идет полным ходом. Стать ее участником может каждый. Достаточно найти группы в социальных сетях. Побежали благотворительный забег. Заполнить небольшую анкету и внести стартовый износ. Для взрослых 300 и для детей 150 рублей. На сегодняшний день в нашей организации 75 семей, имеющих детей с синдромом Дауна. По республике, я думаю, что это очень хорошее мероприятие, чтобы осветить вообще проблемы и показать, что такие ребята живут в Удмуртии. И они точно так же, как и остальные жители, могут и бегать, и проявлять какой-то интерес, внимание и так далее. Мы приглашаем всех желающих принять в этом участие и побежать вместе с нами. Собранные деньги пойдут на реализацию проекта психологической информационной помощи родителям детей до двух лет с синдромом Дауна, а также на постановку мюзикла, премьера которого состоится через полгода. Можно тем, кто не успеет или по какой-либо причине не может сделать это в интернете, можно сделать непосредственно 1 июня перед забегом. Там у нас будут волонтеры, можно будет внести взнос и зарегистрироваться на забег и получить стартовый комплект. Это силиконовый браслет с логотипом нашего забега, красивый и модный сейчас аксессуар. И мы обязательно выдадим каждому участнику забега сертификат, подтверждающий, что человек участвовал в этом самом добром на свете забеге. Акция «Побежали первая», но станет ежегодной, говорят организаторы, и будет проходить именно в День защиты детей. Участники стартуют с Центральной площади в 11 часов дня 1 июня. Роман Вагинов, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня день отказа от табака. Медики с самого утра заступают на дежурство. Акции пройдут на многих крупных предприятиях республики. А накануне форум здоровья принял Ижевский микрорайон Старки. Прием ввели узкие специалисты. Замечательно. Вообще и позвоночник отдыхает. Скандинавская ходьба, здоровительная гимнастика, медосмотр, целый медицинский комплекс на выезде. Форум по формированию здорового образа жизни. На этот раз в Ижевском микрорайоне Старки. Проблемы аналогичные, как у всех отдаленных микрорайонов. Это доступность различных видов услуг, в частности медицинских услуг. Тут население не такое большое, около 5000, поэтому строительство отдельного здания поликлиники, больницы нереально. Недавно в Старках открыли свой ФАП. Но до узких специалистов и на диагностику люди ездят в городскую больницу с двумя пересадками. Передвижной медицинский комплекс – это диспансеризация с доставкой на дом, в частности для будущих первоклассников. Сегодня дети идут. Я так понимаю, что диспансеризация 7-летнего возраста перед школой. Сейчас пока было небольшое количество человек, 5 человек пока прошло, но в списках у нас 30. Обследуют и пожилое население микрорайона. В перечне анализы крови – КГ, УЗИ, офтальмолог и лор. Если есть показания, пациент получает направление на углубленное обследование. У меня и голова болит, у меня сердце болит, у меня давление. Но мне все не рассказать. Ну вот у меня сахар большой. Как-то бы его уничтожить. Главное находят и давление, и сахар, и холестидин, и все. И онкологи самое главное. Да, вообще не попадешь. Дерматологу тоже. В общем, мы очень рады. Спасибо. Очень часто мы находим кризисные состояния. Ну, вплоть до того, что, допустим, гипертонический криз. И человеку, если сейчас не оказать помощь, это достаточно часто бывает, может развиться инфаркт или инсульт. Несколько раз в течение наших 16 форумов мы людей во время ЭКГ, которые хорошо себя чувствовали, диагностировали инфаркт миокарда, и они были направлены в клиники. По просьбам жителей Удмуртии, передвижной диагностический комплекс продолжит работу в отдаленных районах региона. Елена Керн, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевске появилось уникальное издание о заводах республики. Кому предназначена книга, расскажет Ксения Мороз. В библиотеке для слепых сегодня представили новое издание «Заводы Удмуртии». Это книга об истории четырех промышленных предприятий республики. Ижевского автозавода, Сарапульского электрогенераторного, Глазовского химмаша и Воткинского завода. Все, мы распечатали одну страницу данного издания. Рельефно-точечным шрифтом Брайля. Книга адаптирована для слабовидящих и слепых читателей. В одном издании крупный шрифт, шрифт Брайля и рельефная графика. Но самое главное здесь – это история горожан, чья жизнь была связана с историей заводов. Для меня ижевский, ижевская заводская история – это в первую очередь, конечно, люди. Это многие поколения ижевских мастеров, которые из века в век, из года в год, из месяца в месяц, шли к этим проходным, ориентируясь или на заводские часы, или еще раньше на заводской гудок, и спешили к своим рабочим местам. Эти люди, их уже нет. Они стали ижевской землей. То есть тут даже земля, она заводская не только потому, что к заводу относилась, но потому, что это наши предки. Я хочу домой взять, почитать, ознакомить этой книжкой. Муж работал на заводе, правда, не на тех, которые озвучили, а на другом заводе. Тем не менее, история наша. Информацию библиотекари собирали сами. Предприятия выбирали таким образом, чтобы можно было графически изобразить их продукцию для людей, которые никогда этого не видели. Вот, допустим, про Воткинский завод. Я уже даже изобразила первый советский паровой экскаватор. Вот экскаватор Воткинец, который был выпущен. Не знала, что изобразить рельефной графикой, чтобы было понятно. Ну и жалко, конечно, это легче всего, изобразить автомобиль. Я его изобразила. Краевического издания о промышленности республики для незрячих людей еще не было. Книга завода Удмуртии стала первой. В будущем, если читатели проявят интерес к данной теме или попросят подробнее рассказать, например, про конкретный завод, библиотеки обещают учесть эти пожелания и выпустить подобную литературу. Ксения Мороз, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте mayudm.ru. До встречи.